Рассмотрим управление ключами. Сначала рассмотрим симметричные ключи, потом реализация распределения симметричных ключей Kerberos, потом соглашение симметричными ключами, и в конце распределение открытых ключей. Мы должны посмотреть, что такое центр распределения ключей, зачем они нужны, посмотреть одну из реализаций широко распределения Kerberos, посмотреть, зачем нужны центры сертификации и как работает идея распределения публичных ключей, их инфраструктура. Симметричные ключи. Ну, как вы помните, у нас есть симметричное-симметричное шифрование, соответственно, ключи симметричные-симметричные. Бонус симметричной криптографии в том, что она меньше ключ у ней, соответственно, она быстрее работает, соответственно, большие сообщения лучше шифровать с помощью симметричной криптографии. Проблема остается в передаче ключа другому человеку или другому компьютеру. Ну, в общем, передача ключа. Ну, давайте представим, что у нас, когда Алиса и Боб, ну, тут нам один ключ нужен, что? Теперь нам нужно передать нескольким людям. И количество ключей увеличивается. Один, два, третий человек. И они еще, кроме того, должны друг с другом быть связаны для взаимодействия. Так вот. То есть, общее количество ключей становится очень большим. Ну, это, как мы видим, примерно равно при больших N, N квадрату. Единицы мы можем пренебречь. Это называется N проблемой, потому что для большого количества объектов нужно большое количество ключей. Но вообще большое количество ключей – это только одна проблема. Для того, чтобы связаться с большим количеством людей, нам еще нужно уметь передавать эти ключи друг другу. Как решить эту проблему? Решить эту проблему можно следующим образом. У нас, как мы видим, у нас количество связей растет пропорционально N квадрату. Но, если мы введем третьего человека, вот, кдси, центр распределения ключей, и с ним будут связываться все, то количество ключей резко уменьшается. Кроме того, если нам нужно связать Алису Боба, то мы можем запросить ключ сессионный, который будет генерироваться только вот под эту сессию, и кдсц нам этот ключ выделит. Ну, вот так вот это вот выглядит. Ключ установлен, есть ключ между КДЦ и каждым членом сообщества, между Алисой и КДЦ, и Бобом и КДЦ. Для того, чтобы передать сообщение от Алисы к Бобу, мы связываемся с КДЦ. КДЦ сообщает Бобу то, что Алиса хочет с ним связаться, и формирует ключ связи сеансовый, то есть он работает только на этот сеанс. Если Боб, естественно, согласился взаимодействовать с Алисой. Как можно структуру КДЦ построить? Ну, структура, естественно, может быть или плоская, или иерархическая. Плоская все КДЦ одного уровня, и их может быть несколько в каждом домене. Вот дополнительный КДЦ, ну, как бы один primary, а другой backup, то есть он хранит backup от этого. Если этот сломается, выйдет из строя, то заработает, скажем, вот этот. Ну, это вот такая достаточно простая структура КДЦ. Но, может быть, у нас и не плоская структура КДЦ, а иерархическая. Например, международный, национальный, местный, или проще, скажем, КДЦ учреждения, скажем, нашего университета, КДЦ факультета, или, скажем так, скажем, КДЦ нашего университета, КДЦ зданий, Крест, Донская и так далее, и КДЦ факультетов. Давайте посмотрим, как распределяется, КДЦ распределяет ключ. Создается ключ засекречивания для каждого абонента. Причем этот ключ может использоваться только абонентам и КДЦ. Для того, чтобы два абонента могли связаться между собой, им нужен временный ключ, ключ сеанса. Ключи самих абонентов, Алисы и Бобы, используют для того, чтобы подтвердить их полномочия. Ключ сеанса после работы уже не нужен. То есть, вот этот вот сеансовый ключ, который, как мы уже обсудили, является симметричным, используется только один раз, на один сеанс. Есть несколько вариантов. Есть простой протокол КДЦ. Ну и разные его усложнения, которые принципиально строятся на том же самом. Мы посмотрим кратко Нитхема Шрёдера и Атвериеса. Простой протокол. Ну, давайте посмотрим, как простейший протокол работает. Вот прямо на схему вначале. У нас выделяется сервер КДЦ, с которым уже связаны Алиса и Боб. Алиса запрашивает этот сервер, посылая сообщение, что хочет установить связь между Алисой и Бобом. КДЦ формирует так называемый билет. Вот он, билет. В нем находится сеансовый ключ, ну, идентификатор Алисы и Боба, и шифрует его ключом Боба. Соответственно, все это упаковывается в сообщение. И в этом же сообщении идет сеансовый ключ, и все шифруется ключом Алисы. Поскольку это зашифровано ключом Алисы, то Алиса это все расшифровывает, получает сеансовый ключ и посылает тикет, зашифрованный ключом Боба-Бобу. Бобова тоже получает, расшифровывает, получает сеансовый ключ, и они с помощью этого ключа связываются с Алисой. Ну, тут, конечно, может быть атака ответа, то есть мы можем послать фальшивый билет с фальшивым ключом. Ну и дальнейшее улучшение протокола, в том числе направленное на ликвидацию этой атаки. Ну, например, протокол Нитхи Машрюдера. У нас тут применяются два НАНС, РА, РБ. Соответственно, Алиса обращается в КДЦ со своим НАНС. КДЦ, как положено, отправляет сообщение с зашифрованным билетом Боба и зашифрованным потом все-таки чем Алисы. Алиса передает билет Боба ему, и Боб передает свой ключ сеанса. Алиса, чтобы показать Бобу, что она могла прочесть ключ, уменьшает его на единицу. Ну, вот как это работает. То есть, смотрите, вот у нас вот эта часть у нас соответствует стандартному катаколу КДЦ, обмена ключа через КДЦ. А тут вот дополнение такое. Это дополнение, как мы помним, дает Боб посылает некое сообщение, и шифрует ключом сеанса. И Алиса посылает это же сообщение, уменьшенное на единицу, чтобы показать, что да, это она, что она прочла это. Протокол от две Ириса. Ну, тут дополнительное усложнение. У нас сообщение передается от Алисы Бобу, куда входит Нанс Алисы. Боб создает тоже билет, и оба они эту информацию передает Боб уже КДЦ. То есть, видите, Алиса вначале запросила, зашифровала информацию для КДЦ, Боб зашифровал свою информацию для КДЦ, а Боб это Алиса и посылает эту информацию КДЦ. И КДЦ формирует два билета, билет для Боба и билет для Алисы. Соответственно, Боб твой билет расшифровывает и посылает Алисе ее билет. После этого они начинают взаимодействовать уже с помощью сеансового ключа. КДЦ. 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 КДЦ.